Чаще всего жители края теряют деньги из-за телефонных мошенников. По сравнению с прошлым годом число таких преступлений выросло на 12%. Причем обмануть злоумышленникам удается не только пожилых людей. Все чаще потерпевшими становятся молодые люди. Самые популярные способы мошенничества назвали в Краевом управлении МВД. Репортаж наших корреспондентов. Одна из последних легенд телефонных мошенников – звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, у которого обслуживается человек. Лжесотрудник сообщил потерпевшему, что с его счета неизвестные пытаются снять деньги и их нужно срочно перевести на другой счет. Полицейские советуют сразу бросать трубку, а потом самим звонить в банк. Чтобы люди, когда звонки такие происходят, чтобы смотрели на свою банковскую карту, там есть номер горячей линии. Прямо прерывают звонок и звонят на горячую линию и узнают, в чем проблема. Куда ушли деньги с карты, вычислить непросто. Мошенники используют многоступенчатые переводы через платежные сервисы. Заметая следы, преступники могут переводить деньги даже через 30 счетов. И, как правило, атаки идут с другого конца страны. 90% случаев относятся к территории других субъектов Российской Федерации. Здесь вопрос времени. Они все будут однозначно раскрыты. Просто не сегодня, а завтра. Тем не менее, в любом случае, сотрудники полиции работают. То есть специальное подразделение для этого созданное. Год назад крашу денег с банковских карт выделили в отдельную статью. Только в Хабаровском крае таких преступлений стало больше на 12%. Раньше мошенникам грозил штраф до 120 тысяч рублей. Теперь до 6 лет тюрьмы. Как не стать жертвой мошенников, об этом теперь предупреждают участковые. Раздают в подшефных домах памятки. Говорят, раньше раздавали их в основном пенсионерам. Сейчас будут и молодежи давать на заметку. На уловки мошенников стали попадаться любители интернет-покупок.